Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! С ума микрофона друг, это студия Грегам ТВ. Мы начинаем трансляцию матча Дрим Лиги, это третий сезон, и матч, который был у нас 19-го числа, то есть вчера. А матч, который мы не посмотрели, не прокастили, теперь будем смотреть и кастить, чтобы хороший матч мимо нашего внимания не пропадал. Virtus.pro Polar играют против Ниндзи в пижамах. ВП, не устану это повторять, причем не без удовольствия, ВП получили прямой инвайт на Интернешнл. Как они смотрятся перед Интернешнлом, показывают нынешние матчи. Да, там будут буткемпы, там будет еще много всяких тренировок, но, 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 главное, что можно увидеть о состоянии команды, это то, как команда смотрится на серьезных турнирах, на официальных матчах против хороших соперников. Ниндзи в пижамах, поверьте мне, хорошие соперники. В момент своего, наверное, триумфа Ниндзи в пижамах ВП, в общем-то, не ощутили бы как команду. Как будет сейчас, посмотрим, узнаем. Матч, еще раз повторюсь, я не смотрел результатов этого матча, не знаю, поэтому интересно, что да как получится у команды Virtus.pro Polar. Ну, по пику давайте разберемся. Queen of Pain для ВП на мидлейн, скорее всего, Иллидан. Берет себе Вивера, ФНГ будет играть на Ancient Operation. Лил берет себе Рубика, ну и в сложную, скорее всего, Вайпер от Фобоса. Пойдет год, забирает, конечно же, Квапун на мидлейн. Со стороны команды Ниндзи в пижамах. Юнасом Фан будет играть на Ниндзи в сложной. Лимб. Лимб, лимб, лимб. А ну-ка, а ну-ка. Куда это Лимб у нас направится на Bristol Back? Решрак будет для Эры. Силкит берет себе Shadow Демона и Висп для Хендскина. Ну, по пику, что можно сказать о команде Ниндзи в пижамах? Bristol Back плюс Висп грозно. По-моему, недооцененная комбинация. То все там Тинни, все там Свены против Тинни, например, плюс Виспа. Уже большинство топ-команд научились играть. Ровно, в принципе, как и за Тинни Виспа научились играть. А вот Bristol Back, которого и так непросто пробить, которого ешь не ешь, ему, в принципе, плевать. Если есть постоянный подхил через тизер от Виспа, если есть повышенная скорость атаки, регенерация маны, регенерация хп, то, в принципе, Bristol Back очень даже мощная фигура. Тут один Квилл Спреем. Столько горя можно своим соперникам принести. Ну, и развалили здесь Сиэнта. Довольны собой игроки команды ВП. Плюс 18 голды со старта. Идите сюда, Нипы. Мы уже богатые. По ростуновке Лайнов. Вивер. И, наверное, еще и Лил плюс ФНГ отправятся у нас, скорее всего, в сложную. Легкую линию может Фобос отправиться в соло. А против него здесь будет стоять Лимб на Bristol Back. Как я понимаю, Хэндскин то ли на Мидлейн с Эрой. Эра на Миде. Пожалуйста, Йонасом Фан отправляется у нас в легкую. Скорее всего, в соло. Да, трипла, я думаю, на топе будет у команды. Нинди в пижамах. Или, как минимум, Дабла. Лимб плюс Хэндскин. На Мидлейн отправляется у нас Силкит. Вместе с Лешираком тоже комбинация очень даже функциональная и хорошая. Дизрапшн плюс Сплит-Ос уже у Леширака вкачан. И можно, в принципе, бить. Лил по этому поводу подошел впритык к Вайперу. Вайпер, кстати, у нас будет на Мидлейне. Фобос на Мидлейне. А Гот отправляется в соло против Bristol Back и Vespa. Вообще все смешалось в доме Облонских. Два на два стоит команда не против команды ВП на Мидлейне. Ну что, Лил у нас ловит Сплит-Ос. Вот, собственно, и пошла работать комбинация. Лил тут, в общем-то, выживает. Но вы понимаете, да, что ждет дальше Лила. Либо постоянно носить с тобой Хилинг Селф. Но где на них брать деньги непонятно. Либо не подставляться. Если не подставляться, то зачем, спрашивается, пришел вообще сюда? Ну и как не подставляться? Дизрабшин — это одна кнопка и один клик мышкой. Как тут не подставиться, непонятно. Как избежать, например, попадания в Сплит-Ос, тоже непонятно. Не может себе это позволить никоим образом у нас Рубик. Это за него кто-то должен делать. Форстафом, например, его толкать. Вот, сам по себе Рубик, конечно, не способен это делать. Так что Рубик тут сладкая цель. Поэтому Лилу по-хорошему отсюда бы уйти. Ну, Лил занимается... Чем вообще Лил занимается, я так и не понял. Стоит на всякий случай на подсейв того же Фобоса. Поднять, если что, кого-то. Заплевать. Ну, можно бы и уйти отсюда. Да, Лил отсюда уходит. Ой, Нейчис Профит у нас на лоу ХП. И Лидан разваливает у нас Нейчис Профита в соло. Да я не могу это пропустить. Надо это смотреть. Просто Лидан настрелял у нас руки Йонусом Фанус. Загнал его в кусты. В кустах закончил свое дело. ФБ для команды Виртус Про. По голде ясен пень сколько. По ХП тоже, в принципе, понятно сколько. На ранних левлах это все недорого, но это важно. Важно с моральной точки зрения. Важно, в принципе, для... Ну, тут на самом деле, мне кажется, моральная сторона самая серьезная. Потому что, когда ты сливаешься на ФБ и анонсер произносит, что ФБ сделали, и ты понимаешь, что сделали на вас, а не вы сделали, то думаешь, блин, с кем же я играю, а? Так, Хэнскин. Уже с батлом, уже есть дополнительные деньги на всякий случай. Тут то ли на Тапок, то ли на Урдов Шадоу Слимп. На Бристалбеке. Пока что без артефактов. Ставт Шилд, Мэджик Стик. Все это, по-моему, еще с базы было. У Лимпа. Ну и Гот против них. Готом 12 на 2 по... Нет, нет, не у Готом. У Квапы 9 на 3. 12 на 2 у нас у Лимпа. Лимпа у нас по Крипстату на первом месте. Гот тоже, в принципе, ровненько держится. Бристалбек пошел наплевывать по Готу. Готом есть Блинк, поэтому лучше валить отсюда. Гот у нас огребает. Кстати, Вивер второй раз забирает внизу Нейчис Профита. Йонасом Фан решил фидить. У него это великолепно получается по голде. Уже тысяча с копейками для команды Виртус Про. Даже полторы по Экспириенсу почти 500 тоже в пользу команды Виртус Про. Нашел Лил себе применение. На Медлэйне стоять не вариант. Тут в игре просто так никто и не продамажит. У Фобоса, во-первых, своих ХП немало. Во-вторых, Коррозив Скин. Тут, скорее всего, будет макситься. Поэтому Фобос и МДФ имеют великолепные с руки. Его сильно не напинаешь, потому что себе дороже. Конечно, ВП по лайнам здесь ситуация в их пользу. Главное ее не профачить. У Квенов Пен 11 на 4. 18 на 2 у Эры. Вот фармит Эра немножко получше, чем Вайпер. У Вайпера 9 на 3. У Эры 18 на 13. Фобос близко не подходит. Просто чтобы не подставляться. Иллидан по фарму, в принципе, одинаково. С Эрой теперь уже и обгоняет. У Эллидана 19 на 7. И начинают Виртуса подпушивать нижний лайн. Йонас Умфан отказался от затеи приходить на линию. У него, в принципе, на Чискол 2 левела. Можно идти просто фармить крипов в лесу. Это только и остается Йонас Умфану. Иначе, конечно, на линии Вивер чем дальше, тем хуже с ним бы обходился. Шу Кучи 3 левела. Есть Суорм. Здесь есть Джиминит Атакут. Или Иллидана таймлэпс. Короче говоря, ничего Нейчес Профит своему сопернику прямому на линии сделать не мог бы. 5 минут сыграно. 1000 голды ВП, 750 тоже ВП. Давайте по артефактам пробежимся. Больше всего мид тут, в принципе, интересует. У Фобоса есть Аквила уже. У Эры. Ну, Талисман, Боттл и Бутсов Спид. Боттл, понятное дело, Фобосу не нужен. Что это за вайпер с Ботлом? Стыд и позор был бы. Боттл неплохо бы Квапеза иметь. Ну, тут далековато, конечно, за дайров бегать вниз к руне. Самое оно это в виспу. За руной нырять. Примерно этим у нас Хенскин и занимается. Силкит. Решил зайти в спину Фобосу. Ну, видит его Фобос. Подальше держится. Держится правой стороны. Поближе к Таверу. Подальше от своих оппонентов. Пока игра сама себе продолжается. Иллидан собирает Тавер внизу. Таймлэпс. Пап танковал. Вернулся назад. Все. Деньги продолжают капать для ВП. 1400. По золоту, по экспириенсу. К тысяче близится показатель. Юнусом Фан в лесу. 5.50. Так, висп у нас просил по ХП. Висп тут вообще под Шадоу Страйком чуть не догорел. Если бы не на базу улететь Хенскину, то там бы в лесу соперника и остался. Нейчерс Профит. Теперь уже в собственном лесу догнали Юнсом Фана. Я думаю, еще один килл для команды ВП. Да, Рубик забирает Нейчерс Профита. Три раза умер Нейчерс Профит. Да, главный вообще. Главный по якорным делам в составе команды Нинзи в пижамах. Сейчас Фурион. Оказался абсолютно недееспособным. Еще и... Главный командующий по всему фиду. Команды НИП. 2000 золота, 1200 экспо. Уже неплохие. Результаты для ВП. Нинзи пока что растерянно выглядят. Год не подставляется. Тут не собирается лезть. Наражон улетает на собственный Фонтан. Чуть было не забрали. Если бы еще немного постоял, еще бы пара Квилл Спреев от Бреста. Ясен пень, что Квапу разорвали бы. Вайпер в это время забирает у нас еще и Шадоу Демон. Насмотрелся на Юнсом Фана. Решил в соло подраться. Так, теперь Рубик. Первый фраг для команды Нинзи в пижамах. Ну и в плюс, конечно же, для НИПов. 2.88 для них. 2.13 заработали ВП. Ну и 252 по Экспе. По Экспе, в принципе, все аккуратно. Ну и Элидан. Келлинг Спрей. Третий килл для Элидана. Опять угадайте на ком. Угадайте, ну, ваше мнение. Лишрак? Нет, не Лишрак. Шадоу Демон? Нет, не Шадоу Демон. Нейчерс Профит. 0.4.0. 7.5 минут. То ли Нейчерс Профит не доигрывает. То ли команда НИП забила Нейчерс Профита и не видит в нем проблемы. В нем есть проблема. Он фидит Вивера. Фидит невероятно просто. 4.300 заработал Вивер. Это при том, что по Крепстату он, по-моему, даже проигрывает. Да, проигрывает Лимпу. Ну, ровно идет, точнее, с Лимпом. Эрит до поры до времени проигрывал. Но вот по Нейтворсу Вивер чувствует себя просто великолепно. У Элидана уже 4.400. 3.150 для Эры. И 3 у Лимпа. Ну и близко где-то Фобос. У Фобоса тоже по 3000. Нейтворс. ФНГ. На получался плей от Лимпа. Отошел отсюда. И надо отхиливаться, не подходить близко. ФНГ бы по-хорошему отсюда улетать. Так, забрали у нас Квапу в это время. 5-2 становится счет. Где Вивер? Вивер уже здесь. Ну что, врыв пошел на Силкида. Силкид на лоу ХП. Вивер через Шукучи Силкида забирает. Доминейтинг от Элидана. Хендскин пытается улететь. Даблкил от Элидана. Минус 2 уже в этом файте. Элидан разворачивается, отсюда уходит. Команда Нинзи в пижамах в другую сторону. Подрались 2 в 1. Плюс куча голды опять для Вивера. 733 по золоту. Поднимается ВП. По экспириенсу 560. Нам, правда, файт-рекап не учел. Смерть Квапы. Год у нас умер первый раз. Там неплохо. Не подолжны были заработать на нем. Поэтому графики не сильно скакнули. По 3000 где-то ВП. 1700 по экспириенсу. Выглядит ВП пока что сильнее. Лил против Эры. У Лила еще нет 6-го левела. Так, пошел у нас фейтболт от Лила. Здесь уже год. Соник Вей по двоим. Минус 2 делает команда Виртуз Про. И Йонасом Фан на Нейчерс Профите добивает Рубика. Рубика. Вот так вот. Как ты здесь? Нет, не мог. А, это ульта. Это ульта была. Вот на Чис Профита, да, Рубика убили через ульту. Ну, а Рубик кого-то, в свою очередь, от Нипов забрал вместе с собой. 3000 голды ВП. По экспириенсу 2 с копейками. Тоже Виртуз Про. Иллидан перемещается на нижний лайн. У Иллидана ничего феноменального. У него Аквилла, у него Драма Фендеронс, у него Пауэр Трэдс. Но феноменальный здесь тайминг. 9.50. Сейчас еще 700 голды сверху для Иллидана. Иллидан дальше за лимпом. Квилл Спрей на нем висят. Ну, тут, понятно, был таймлэпс. В него Иллидан и уходит. Не получилось добить Брестан. Но еще бы в спину настреливать Брестан на девятой минуте. Перебор был бы полнейший. При том, что Вивер на демодж вообще сейчас не собирается. И при всем при этом у Вивера уже 118 с руки. Поджиминейт Атак. Понятное дело, что Шадоу Демону, Лишраку, Веспу. Очень даже больно. Тут ребятам не вывезут. Лишрак на мидлейне. Есть ПТ. Есть. Боттл. Есть. Нул Талисман. Ловят у нас Вайпера. Фобос ловит у нас и Сплит Трэст. Но теперь Вайперу, в принципе, фиолетово. Ульта пошла у нас от Нейчис Профита. Шадоу Демона развалил Иллидан. Дальше за Эрой. И Эра тоже, скорее всего, достанется Иллидану. Викет Сик уже. Где у нас там Хэн Скин? Хэн Скин на миде. Так что Иллидану пора и вернуться как-то на мид. Где Иллидан? Иллидан ждет свою жертву. Кто бы подошел. Вайпер на лоу ХП. Вайпер вон, вы видите, в правом верхнем углу улетает. Иллидан. Дальше на Йонасом Фана. Ну и не проблема вообще. Таймлэпс есть. Дальше теперь за Виспом. Хэн Скин, скорее всего, в таверну. А ну-ка, ну-ка. Свор по Хэн Скину. Иллидан побежал дальше. Таймлэпс у него есть. Ну и надо улетать, потому что Квилл Спрей тут бедно делает в команде ВП. Монстр килл для Иллидана. Трипл килл в этом файте. Ну, долговато все это было. Поэтому она вот теперь понятное дело, что по данному поводу молчит. Ну что, бросает у нас в Дизрапшн Лила. Лила развалили. Один фраг для Нипов. Я думаю, дороговато все это будет. Кстати, Иллидан опять здесь по сил киду. И опять Иллидан может файтиться. У него 1400 на руках. Барабаны провязал. То ли убегать, то ли драться. А ну-ка. То ли все-таки драться. Да, Иллидан у нас разваливает вместе с Квопой сил кида. Минус один делает команда Virtus.pro. Поменяли. Саппорта на саппорта. Конечно, в пользу Нипов. Обратите внимание на счет. Еще бы. Фраги тут дико дорогие для Нипов. Но самое главное, что Вивер живет 8-0-2. Счет на данный момент. 1600 на руках у Иллидана. Можно дальше теперь в демедж собираться. Дезолятор, например. И все. И непонятно, что делать. Таймлэпс есть у Вивера. Не дает Дизрапшн себя бросить. Сворм висит на Эре. Разбрасывает себя Сворм. И минус Эра. Минус Эра. Эра сразу же байбекается. Иллидан начинает настреливать у нас по сил киду. Сил кид в таверну. На хайграунд. Год на хайграунд. У нас Вивер. Зачем выкупался Эра? Куда Эра? Хотел прийти? Ну, просто, видимо, посмотреть на то, как умирают его товарищи. Байбек вообще был необязательный от Эры. Тут либо команда Нип разорвет всех, а потом команда ВП в этом файте убьет всех, а потом еще раз повторно убьет Эру, либо отойдет назад. Ну, с другой стороны, да, байбек имел смысл. Все-таки назад-то и отошли игроки команды Virtus.pro только потому, что Эра байбекнулся и летел файт. Иллидан не подходит к драке. Не подходит, потому что через Квилл Спрей Лимб его, в принципе, забирает. Все, Вивер у нас уходит на собственный фонтан. Таймлэпс? Нет. Да, нет, нет. Да, подумай. Нет, Иллидан у нас не таймлэпсится, конкретное дело. Ну и все, тут просто можно в ад было нырнуть. Понятно, что Нипы в пятером там были, а все игроки команды ВП разошлись. Ну что, по итогу всех файтов. По итогу 13,5 минут сыгранных, 7500 Virtus.pro по золоту, 6000 ВП по экспириенсу выигрывают. Год видит своих оппонентов. Кстати, не страшно как-то году. Год у нас вообще не реагирует ни на кого. А цеплять года нечем. Тут только шадоу демоны и сплитые сутеры. Все, остальные все ему не критичны. Год улетает от любого стана. Нет, в принципе. Ну что будет? Нейчис профит с прутами закрывать квапун. Понятное дело, что это без перспективняк. Лимб тоже сильно не наплюет. Год в любой момент у нас развернется и уйдет. То есть, даже файтиться нет смысла. Иллидан. Вгрызается здесь Йонусом Фана. Джиминейт Атак. Шукучи. Еще один удар. Уже Бион Годлайк для Вивера. 10-03. 14 минут 20 секунд. 10 киллов для Иллидана. Есть Митрилхаммер. До второго. Немного совсем по деньгам осталось. Потому что не верю я, что Вивер здесь будет собираться в БКБ. Скорее всего в дезолятор. Потому что давление он в ВП чудовищное. Конкретно от Иллидана. Поэтому чем больше дэмэджа у Вивера, тем страшнее он будет на данных минутах. Сбивать ему ХП быстренько. Некому в составе команды НИП. Никто это не может сделать. А с руки пока будут ковырять его. Иллидан тут всех озорвет. Ну что, Иллидан пошел на Силкида. Еще один килл от него. Фобос отправляется в таверну. Эра, скорее всего, здесь умрет. Ульта у нас от аппарата. Таймлэпс пошел от Иллидана. И это что? Это Тим Вайп. Это Тим Вайп на 15 минуте 10 секунде. 21-5 становится счет. Шведские нервы не выдерживают. НИПы пишут ГГ. Ну что, поздравляем ВП. Да, это было вчера. Поздравлять их надо было вчера. Но смотрим сегодня. Поздравляем сегодня. Это победа от того, что прошел целый день. Менее красочный не стало. Ну что, ВП смотрится хорошо, интересно, ярко. Некая слаженность наблюдается в игре. Посмотрите на Рубика. А как Лилл закупился у нас в этой минуте. Лилл просто молодцом. Лилл купил себе 5 мангов. У него целая манговая плантация в инвентаре. Вайпер почти насобрал себе Мекку. Там, понятное дело, что было бы полное горе для команды НИП, если бы еще и Мека была в составе. Ну а дальше. 0-6 Шадоу Демон. 0-2 Бристлбэк. 1-6 Нейчерс Профит. 0-3 Висп. 4-4 Лешра. Кое-как Аэра собирал... Собирался, точнее, и пытался собрать свою команду. Не получилось. Ладно, небольшой перерыв. Всего несколько минут. И услышимся на ответной игре между командами Virtus.pro и командами Нинзи в пижамах. Пока что не забывайте нажать фоллоу на нашем канале Твиче. Буду очень признателен. Все, 2-3 минуты, возвращаемся на ответную последнюю на сегодня катку в рамках Дрим Лиги. ВП против Ниндзи в пижамах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова